Уважаемый Георгий Иванович, спасибо за предоставленный шанс выставить пристойного уважаемого общества онкологов. Я, наверное, постараюсь на некоторых моментах особо не останавливаться, касаясь патоморфологии, каких-то еще диагностических. Уже неоднократно приводили все графики, все вводные о том, что саркомы мягкие ткани, несмотря на то, что занимают менее 1% всех случаев заболеваний, но при этом имеют свою большую очень разновидность, а тем самым и свои разные подходы к лечению данной патологии. Но всегда уже многократно упоминаю, что это мультидисциплинарный подход всегда к лечению заболевания. Саркомы здесь не являются каким-то разнообразным заболеванием, которые могут упрощать отношения только хирургическую сторону, либо радиотерапии, либо лучевой терапии, либо химиотерапевтический подход. И, по всей видимости, это действительно слаженная команда работы врачей, которая и приводит к успеху в лечении сарком за последнее время. Все уже знают рекомендации русско, которыми пользуются. Не буду останавливаться, но хотелось бы сразу сказать, несмотря на то, что рекомендации достаточно очень узкие при 2-3 стадии опухолевого процесса, при нерезиктабельных опухолях, всегда саркома мягких тканей – заболевание, которое нельзя относить к одной масштабности. Всегда местно распространенная форма саркома, она ведет себя у каждого пациента по-разному. И подход совершенно должен быть индивидуальный, смотря на пациента, как на индивидуума с именно определенной саркомой. Какие основные критерии вообще неоперабельности опухоли? Это неизведабельная опухоль, вовлечение в опухолевый процесс магистральных сосудов или нервных салов. То есть это повод всегда для выполнения калечащих операций. То есть мы имеем дело с нерезиктабельной опухоли, которая не может удалиться в пределах здоровых тканей, а соответственно подвигается и калечащим операциям. Ну, опять же, местно распространенная опухоль. Каждая разновидность опухоли ведет себя по-особенному. Саркомы мягких тканей бедра, саркомы предплечья, опять же, саркомы мягких тканей бедра. Вовлечение в процесс смежных структур, тканевых структур, оно всегда непредсказуемо у каждого пациента. Поэтому, опять же, сказать, как будет себя вести опухоль первичная, как будет себя вести рецидивная опухоль неоперабельная, это невозможно. Какие цели вообще предоперационных комбинаций в настоящий момент мы преследуем? Ну, три таких постулата. Это уменьшение объема опухолевой массы, тест чувствительности, как Светлана Анатольевна уже говорила, опухоли к лечению и системный плюс локальный контроль. Здесь, конечно, системный, потому что в 50-70% случаев, когда опухолевая масса превышает уже 200 мл диаметра, риски развития вторичных метастазов удваиваются. Поэтому такой пациент потенциально где-то к году уже имеет все риски развития отдаленных метастазов. Варианты предоперационного лечения саркоми мягкой ткани. Ну, вот четыре варианта. Это химиолучевая терапия. Является наиболее оптимальным режимом, до сих пор не найден. Несколько исследований, демонстрирующих увеличение общей выживаемости и длительности жизни без отдаленных метастазов при увеличении вероятности местного рецидива. Предоперационная лучевая терапия. Ну, в этом обществе не стоит говорить, наверное. Это доказанный факт. Но при этом по-прежнему существуют данные, что предоперационная лучевая терапия не улучшает показатели выживаемости. В сравнении с послеоперационной лучевой терапией. Меньше облучаемая площадь здоровых мягких тканей за счет видимых границ опухоли. Системная химиотерапия с гипертермией. Вот последнее исследование ОРТСИ 62-961 продемонстрировало увеличение общей и безрецидивной выживаемости независимо от локализации опухоли. Системная терапия. Недоказанная эффективность использована в неодевантном режиме. Хотя, я попозже скажу, такие предпосылки уже существуют. И изолированная региональная перфузия. Опять же, родоначальник движения изолированной региональной перфузии в этом зале Георгий Иванович. Конечно, методика безумно эффективна. Методика оправдана. Методика обоснована. Есть убедительные данные. Только, к сожалению, за эффективность при использовании фактора некроза опухоли и мелфолана. Родонаберезионных исследований для оценки эффективности других препаратов в сравнении с данной коммендацией не проводилось. Облучение. Кратко, очень. Недиктабельная опухоль. Опухоль резиктабельна, но операция влечет значительно функциональные потери. Ни то, ни другое. Но есть ли смысл в проведении? Опять же, плюсы. Меньше объема ткани. Ниже риск поздних осложнений. Выше функциональная оксидиновость клеток. Ниже дождь-залучевой терапии. И вероятность уменьшения размеров опухоли. Ну вот, 70-го года слайд. Плиоморфная липосаркома до облучения. И после проведения 66 Грей выраженный некроз, генеративные мышечные волокна и опухолевых клеток нет. Но коварство, еще раз коварство. Лишь 20% случаев, наверное, радиологи подтвердят, корреляется между радиологическим и патоморфологическим ответом. Перспективное направление лучевой терапии. Это комбинация. Конечно, это комбинация лучевой терапии и комбинация с химиопрепаратами. Но вот доксорубицин и используемая лучевая терапия в 125-30 Грей. Частота полных резервов при этом достигается в 49% случаев. Органно-сберегающая операция при этом можно выполнить в 98% случаев. И локальный контроль достигается в 96% случаев. Частота осложнений, как правило, связана с осложнением кожных лоскутов 11%. Многокомпонентная химиотерапия. Опять же, саркома высокой степени злокачественной, больше 8 см. В данном случае можно использовать схему МЭЙД и плюс предоперационную лучевую терапию. Достижение границ резекции при Р0 где-то сравнивается по литературным данным 91%. 5% к сожалению, носят фатальное осложнение. С целью снижения токсичных компонентов схемы лучевой терапии. Это, естественно, тщательный отбор пациентов, последовательные химио-лучевое лечение и химиопрепараты в монорежиме. К радиосенсибилизирующим препаратам по-прежнему относятся доксорубицин и фосфамид. Локальная гипертермия плюс системное лечение. Задачи. Оптимальное комбинированное лечение, достижение быстро глубоких морфологических изменений, повышение областичности хирургического этапа лечения, период больных с неоперабельной опухолью в операбельном состоянии. Показания, опять же, неоперовичные, неоперабельные, местно распространенные опухоли. Исследование ОРТСИ-62-961, мы говорили, третья фаза, это проведение гипертермии при 42 и 39 градусах. Объективные ответы при этом достигаются в 40%, стабилизация в 47%, преодоление вторичной химиорезистентности, то есть порог чувствительности в 83%, трехпятилетное выживание 68-49% соответственно. Вот такие режимы проведения локальной гипертермии в комбинации с химиопрепаратами. 60 минут проводится гипертермия, подсоединяются химиопрепараты, и такой режим сохраняется до четвертого дня. И результаты достаточно неплохие, нельзя похвастаться, наверное, я не знаю, внеонкологии гипертермию проводят, не проводят, не проводят. Но достаточно хороший эффект при местно распространенных формах, видите, объемное образование и после проведения локальной гипертермии. И вот такие оперативные вмешательства, которые позволяют избавить пациента от опухолевого образования. В настоящее время используемый метод локальной гипертермии включено уже в руководство НССН Гадлайн для лечения рецидивного рака молочной железы, а также в рекомендации к Европейской школе медицинских онкологов с 2008 года уже при лечении сарком мягкой ткани. Ну вот, хотелось бы остановиться на предоперационные, так уже переходя к клиническим случаям. Пожалуйста, если есть возможность, полеактивные, у меня тоже будут вопросы и в зал, что дальше. Пациентка 68 лет, пациентка с излокачественной гипертермии в мягкой ткани бедра, местно распространенная форма, без региональных лимфоузлов, отдаленных метастазов. У пациентки проведено 4 цикла доксорубицин и фосфамид в стандартных дозировках. На фоне проводимого лечения к 4 циклу у пациентки фиксированное прогрессирование заболевания. И пациентке во второй линии мы назначаем препарат эребулин. Предпосылка к нему – это наличие препарата. Второе – рекомендации FDA по лечению сарком мягкой ткани во второй линии, также местно распространенных неоперабельных форм. И утвержденная, конечно, регистрация у нас. Производилась оценка эффекта через 12 недель. Вот такое объемное образование. Кстати, эта пациентка встречалась, наверное, вне онкологии. Ее, наверное, помнит Виктор Алексеевич. Она была у него на консультации. Пациентка до лечения, точнее после 4 цикла доксорубицина. Большое объемное образование с извязлением, две точки свища. И уже после 12 недель, после проведения химиотерапии эребулином. Мы видим уменьшение отечности ткани, появление сосудистого живого рисунка, отсутствия гипермии, то есть нога выглядит довольно приличной, исходя от начальной точки. На фоне проводимого лечения, уже после двух циклов эребулина, мы отметили выраженный распад опухолевой ткани. Появление многокамерности, кистозности компонента. Но если вот на фронтальных срезах, первично это достаточно массивное соленое образование. И уже спустя время многокамерный кистозный компонент. Интересное описание МРТ картины. На сериях полученных МРТ томограмм с натурированным конторстиром мы видим, что в мягких тканях передней поверхности на уровне верхней и средней трети левого бедра определяется объемное гиперосклюзированное образование. С четкими бугристыми конторами размерами 32, 14,3 на 19, ранее определяемое как 26 на 11. То есть по большому счету мы видим по данному МРТ прогрессивное. Но вместе с этим у нас присутствует кистозность компонента, что свидетельствует за выраженный распад опухоли. И здесь я буду честен перед аудиторией, конечно, немножко шатнулось, в какую сторону вести. То ли продолжать дальше проводить эребулин, то ли все-таки пытаться прооперировать. Оперировать пациентку и избавить от этого, потому что тут на грани фола. Многие предлагали просто пропунктировать, эвакуировать этот жидкостный компонент. Но все-таки склоняясь к тому, что не совсем это будет онкологически правильно, мы выполнили оперативное вмешательство. Был удален весь массив опухолиоткани, но так как заинтересованы были задействованы артерии и вены, произведено также удаление артерии и вены. Вена не восстанавливалась, а артерия была протезирована на всем протяжении. И вот здесь встает вопрос. Сейчас пациентка пока находится в отделении, это свежий достаточно очень случай. Пластический дефект был закрыт. К сожалению, не вместился у нас слайд видео, где свидетельствует, что пациентка, несмотря на утрату какой-то функциональности, все-таки в конечности она передвигается самостоятельно. Поначалу, если она с ходунками ходила, то сейчас при помощи поддержки палки она передвигается. Трости, простите. Что делать дальше? Вот вопрос пока не ясен. Значит, радикальная операция, пришел ответ, что граница резекции R0, лечебный патермофоз 60-70%, методическая активность я сейчас не вспомню, не скажу. Что делать дальше с пациенткой? Продолжить химиотерапию. Вот. Мнение расходится. Светлана Анатольевна? Лучевая терапия здесь, Сергей Николаевич, к примеру, если предложат пациентам, тут же откажется. Откажется почему? Потому что тут протезированный сосуд. Насколько это противопоказание? Это удаленная опухоль. Удаленная опухоль, да, нет. Но тут наличие протезирования сосудов, это является противопоказанием для лечевой терапии. Химиотерапия, да. В лечевой терапии есть ответ. Распад опухоли у вас свидетельствовал о чувствительности опухолевых лечения, несмотря на то, что это липо... Липосарком. Липосарком, да. 80%... Сколько у вас живых клеток осталось? Ну, 30%. Ну, 30%, да. Ну, для саркома мягких тканей это совсем неплохой ответ. И я бы продолжила химиотерапию, несмотря на возраст. Это нестандартный подход совершенно, потому что на сегодняшний день вопрос об адевантном лечении, об адевантной химиотерапии, он остается нерешенным. Только тогда, когда опухоль есть с инвазией в сосуды, когда опухоль больших объемов, то тогда на рассмотрение доктора идет вопрос о проведении послеоперационной лечевой терапии. Доказательство того, что она чувствительно оказалась в химиотерапии, здесь есть у вас. Я бы продолжала. В зависимости от переносимости 2-4 цикла. Светлана Анатольевна, а тогда у меня вопрос. Если возникнут вторичные изменения все-таки после стабилизации, во-первых, непонятный курс, да, сколько мы доводим, да, ирибулины. Его можно допрогрессивно доводить у пациентки, либо мы приостановимся на каких-то дозах, потом продолжаем. Во-первых, больная, наверное, обследована. Она полностью обследована. Данных за отдалёнными поставками. На сегодняшний день у нее отдалённых изменений нет. Значит, встает вопрос сейчас об адевантном лечении все-таки. Правильно? Адевантное лечение. 2-4 цикла. Она у вас 4 цикла уже получила. Женщина пожилая, 68, по-моему, лет. 68 лет, да. 68 лет. Гематологическая токсичность наверняка она была, и она будет сохраняться на последующих циклах. Поэтому в зависимости от переносимости я бы проводила. Спасибо. А по поводу лучевой терапии, ну, раз говорят... Ну вот, а что скажут эксперты лучевой терапии? Действительно ли при протезах сосудистой не проводится лучевая терапия? Потому что сейчас, чем больше и шире объёмы оперативных вмешательств, тем больше и широко используются и протезы сосудистые. Ничего не скажу. Понятно. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич. А, Сергей Николаевич, вопрос к вам. Да, к вам, к вам. Сергей Николаевич, насколько лучевая терапия дистанционная может использоваться при сосудистых протезах? Во-первых, прошу прощения, у меня просто левое ухо не очень хорошо слышит. Мы, честно скажу, это всегда очень сложный вопрос. Сергей Васильевич, наш учитель, которого мы очень любим и уважаем, он всегда говорит нам такие вещи. Дайте нам аннотацию к протезу, дайте аннотацию к сосудистому протезу, дайте аннотацию к любому наружному имплантированному материалу, для того, чтобы увидеть, можно его облучать или нельзя его облучать. Но если совсем откровенно говорить, конечно, когда... Но если совсем откровенно говорить, то, конечно, когда проведено какое-то протезирование, облучать очень не хочется, потому что мы же нарушаем очень серьезно процесс регенерации, и таким образом можем вызывать серьезные проблемы вообще с функционированием дальше этих уже использованных, так скажем, инородных объектов. Поэтому мы предпочитаем не брать таких больных на лучевую терапию. Я не говорю о том, что это однозначно правильно, но вопрос, поскольку ко мне, то мы, конечно, Георгий Иванович абсолютно прав, мы бы отнеслись к этому осторожно. Осторожно. Спасибо. Это больная Белич, Виталю Сеевич. Да, Георгий Иванович. Виталя Сеевич, я после выписки обязательно к вам ее приглашу, чтобы... Я сейчас затрудняюсь сказать, тратично эти вопросы. Средний раз повышенную... Я все помню, Георгий Иванович. Да, я понимаю, Трасси, да. А может, на вопрос, что вы собираетесь делать? Вот я пришел вот в это общество, чтобы спросить, посоветоваться, что делать. Вот, Виталя Иванович, тут по интернету появился сейчас вопрос, который таким образом звучит, что возможно ли пациентке продолжить после прогрессивной эребулина дендритно-клеточной вакцины, или сэн, это к вам? У него сейчас прогрессивная нет. Вот, я говорю, поэтому прогрессивной нет. Наверное, он не слышит. Да, ну, да. Я склоняюсь к заключению Светлана Анатольевна, потому что... Это чувствую оставшиеся мои коллеги в центре. Сказава, надо говорить бы. Как показывает наш опыт, я тоже поддерживаю точку зрения аудитории Светлана Анатольевна. Мне бы казалось, с позиции онкоимминолога провести два цикла и дальше перевести пациентку на дендритно-клеточную вакцину. Но это платная услуга, это не уходят в стандарты, но, в принципе, это возможно. Нестандартное решение, которое, в принципе, в настоящее время имеет место быть. Спасибо. При прогрессировании дендритно-клеточные вакцины не показаны, когда само прогрессирование. Необходимо, наверное, метрономный режим, еще химиотерапия. Не все возможности химиотерапии может быть исчерпаны. То есть здесь комбинированное должно быть лечение. Поэтому, чтобы не допустить прогрессирования, в этом случае это более показано. Потом для проведения дендритно-клеточной вакцины необходимо определение экспрессии рако-тостикулярных антигенов, есть ли они в опухоли. То есть есть компоненты, которые требуют показаний для этого вида лечения. Спасибо. Я, с вашего позволения, еще дальше побегу. Пожалуйста, Виктор Ильич. Еще одна пациентка. Опять же, пациентка поступила к нам с диагнозом местно распространенная саркома. История тоже достаточно интересная. Пациентке в 2006 году был диагностирован рак левомолочной железы. Стадируем как Т1, Н2, Н0. Состояние после комбинированного лечения. Мастоктомия по ПЭТИ от 2012-2006 года. После этого 6 циклов полихимиотерапии по схеме ФАК. Пациентка проходила, кстати, лечение в свое время вне онкологии. В последующем таргетная терапия транстукзумабом 2 года с 2007-2008 года, 36 видений. Дистанционная лучевая терапия в 139 грей. И после этого пациентка находилась под наблюдением динамическим. И у пациентки, по всей видимости, в области ключицы развивается радиоиндуцированная опухоль. Пациентка диагностируется саркомом мягкой ткани подмышечной области. Слева с деструкцией третьего ребра проводятся 3 курса одевантной полихимиотерапии по схеме АИ. Последние от 08 до 2015 года. Частичный регресс. Состояние после хирургического лечения. Местный рецидив. Срастание в плечевое с плечением. Межребельный промежуток. Плевру. Состояние после 2 курсов на 2 линии полихимиотерапии по схеме ГИМЗАР в 1200 мг. 1-8 день. Доцитаксел 120 мг. День 8. На этом фоне фиксируемое прогрессирование. Продолженный рост опухоли. Проводится 4 курса тербиктидина. Опять мы получаем дальнейшее прогрессивное. Вот такая сложная судьба пациентки. Мы склоняемся в свое время издания Шугабейкера к такой вот калечащей операции и проводим межлопаточную ампутацию с резекцией группы ребер. После операционной выглядит это все в таком виде. Пациентка в настоящий момент выписана. Данных за рецидив на момент осмотра нет. Данных за прогрессирование заболевания нет. Но такая вот выраженная калечащая операция. И встает вопрос что дальше? Вот какое мнение экспертов по данному вопросу? Я бы ничего не провел. Ситуация конечно на мой взгляд очень драматичная. Потому что во-первых радиоиндуцированная опухоль она отличается тем что она нечувствительна к химиотерапии. И это показало на деле четыре линии химиотерапии не возымели успеха несмотря на применение достаточно агрессивной терапии и в дозах и в интенсивности и новых современных препаратов включая трабектидин. Патоморфоз есть какой-то или нет? Патоморфоза нет. Патоморфоза нет. То есть ответа нет никакого. Но здесь вопрос уже идет о каком-то экспериментальном лечении. Тут бы я уже обратилась к Ирине Александре можно или нет что-то подумать. Может быть завести какие-то механизмы которые еще не использованы в том числе включение иммунитета против опухоли. Потому что назначать цитостатики это безумие. Мы кроме гематологической токсичности ничего не получим абсолютно. Раз. Второе. Не знаю можно ли здесь лучевую терапию профилактика рецидива опухоли. и все извините это уже все радио засыровано я задумалась согласна. Ну и все наверное больше каких-то мыслей у меня нету. Неспецифическая какая-то терапия что-то назначать больную нужно чисто по дентологическим моментам потому что она наверное будет не совсем удовлетворена. К сожалению у нас был похожий случай такой же калечичей операции только у больной был только рак молочной железы вместе Тарасов доктор ее пропилировал если помните такую тоже пациентку к сожалению она быстро скончалась поэтому мыслей каких-то у меня еще другие больше нет. Спасибо еще пожалуйста. Спасибо. Ну тогда я перейду к следующему я не буду останавливаться на эффективности действительно изолированной перфузии у меня Георгий Иванович об этом докладывает всегда и стоит признать что действительно что изолированная региональная перфузия эффективна. Что делать когда не работаешь в референтном центре где это все возможно провести но в данном случае мы экспериментально достаточно напали на статью о проведении изолированной инфузии методика примерно схожа с перфузией но если перфузия имеет сразу какое-то решающее значение то при инфузии конечно это проводится 3-4 цикла для достижения какого-то эффекта то есть это достаточно длительная процедура опять же то же самое что и при перфузии целенаправленном подведении цитостатика высокая концентральная зона поражения уменьшение общего резорктивного токсического действия ну вот некоторые отличия может быть Георгий Иванович со мной не согласится или кто-то в зале со мной не согласится но какие предпосылки у нас как к городскому учреждению у нас нет необходимости в перфузиологах технически эта методика более проста значительно меньше противопоказаний значительно дешевле и проще эта процедура то есть фактически катаризируется артерия на ток также катаризируется вена все это проводится под ангиографией но действительно для достижения эффекта какого-то необходимо 3-4 курса таких инфузий ну вот пациент 65 лет опять же левомилосарком мягкие ткани средней трети правого бедра местно распространенная форма объемное образование проведено 3 цикла внутриартериальной инфузии доксрубицин уже расчетная доза 50 мг интервал составил 21 день и вот мы отмечаем уменьшение все-таки перифокального отека вот этой ткани не могу сказать что это что-то уменьшилось в 2 раза или в 3 раза но при этом уменьшение перифокального отека пациент субъективно ощущал то что опухолевое образование стало подвижно вот более наверное по данным мрт это организованное такое образование опухолевое клинически определяемое уменьшение размеров изменение подвижности опухоли ослабление болевого синдрома частично восстановление функции конечности производится опять же оперативное мешательство удаление единым блоком и при этом катаризируется также у нас артерия протезируется протезируется артерия и протезируется вена ну такое мягкотканное образование опухоль мягких тканей правого бедра представлен левомиосаркомы методическая активность 12 на 10 множественные участки некроза края резекции вне опухоли пациент в настоящий момент уже находится под наблюдением полтора года данных за рецидив заболевания у нас не получено притом не проводилось дополнительно не лучевой терапии не проводилось дополнительно никакой химиотерапевтического лечения но пока находится под наблюдением вот есть ли какие-то мнения эксперты по этому клиническому случаю нет и что хочется сказать в заключение одна из методик которую тоже мы достаточно часто используем это методика эмболизации используем ее как профилактику массивного интероперационного кровотечения уменьшение объема опухоли перед операцией и купирование болевого синдрома ну вот опять же пациентка 52 лет забрюшины неорганы опухоль в проекции подвздошной области слева местно распространенная форма верифицирована как плеаморфная саркома достаточно объемное образование проведено один цикл микросферы плюс индоксорубицин интервал четырнадцать суток до оперативного вмешательства и произведено оперативное вмешательство опять же удаление объема опухоли ткани и опять же сопряжено с протезированием ну вот так на препарате выглядит опухоль забрюшин и пространство сопряжено не дифференцирован прям мощный сарком в данном случае не повлияло ничего на именно морфологию опухоли ткани но субъективно можно отмечить что действительно мы отмечали меньшую кровопотерю во время операции как эффект склерозирования сосудов то есть операцию было выполнять достаточно комфортно внутри артеральной инфузии у нас проведено сейчас 15 пациентов эмболизация 9 пациентам но видите вот в сводной таблице она не такая не многогранная общее токсическое воздействие незначительное локальная токсичность тоже как бы 2 пациента при внутриартериальной инфузии кожные проявления некроз окружающей ткани это один пациент при эмболизации ну вот артериальную химиоинфузию эмболизацию может играть определенную роль неоднозначную но определенную роль в предоперационной подготовке больных с местно распространенными формами сарком и стать частью комплексного лечения данной категории больных но в заключение хочется сказать конечно все основывается на селекции этих пациентов нельзя сказать что однозначно всем нужно делать так надо относиться к каждому пациенту избирательно наверное это будет и будет нашим залогом успеха в излечении такого рода пациентов спасибо спасибо Виталий Виталий спасибо вопросы были заданы если есть кому-то сюда Николай Пожалуйста если у вас опыт локальной гипертермии если есть то на каком оборудении у меня нет опыта локальной термии я могу только ссылаться на Наталью Деньгину которая делится каждый раз этим опытом это Ульяновск простите Ульяновск Ульяновск ну наверное она у нас является передовым таким человеком который занимается данной проблемой к сожалению у нас такого опыта нет еще вопрос спасибо Виталий спасибо есть угодно ли кому выступить по всем докладам да Виталий пожалуйста конечно очень поучительно все что мы слышали но к сожалению самое главное это показывает о том что организация здравоохранения в частности организация онкологической помощи населению даже в таком большом регионе и передовом регионе как северо-запад ну и в том числе Санкт-Петербург и Ленинградская область в основном больные и отсюда идут она к сожалению пока что не достигает того уровня которого должна достигать и получается что все начинается с организации это санитарно-просветительная работа это работа с теми контингентами врачей сначала которые сталкиваются с этими пациентами а кто это это спортивные врачи это ортопеды травматологи это сеть поликлинических врачей хирургов в основном с одной стороны казалось бы в общей массе онкологических больных достаточно маленький процент опухолей мягких тканей но так же как и при других локализациях что мы видим мы все время видим третью и четвертую стадию и поэтому до тех пор пока мы не сможем по-настоящему организовать наши онкологическую помощь до тех пор мы будем с одной стороны получать запущенных больных потому что теперь любая поликлиника любое медицинское учреждение в том числе коммерческое если есть еще возможность получить хорошие деньги делает все что угодно и это главное и основное а потом даже если взять карандаш и посчитать деньги которые тратятся на лечение третьей и четвертой стадии значительно больше уходит этих средств чем на организацию профилактической работы но это первое и основное и так как мы именно сейчас в сообществе онкологов и тем более это еще идет и как бы за пределы этого зала то пускай каждый кто сталкивается с припухлостями с опухолями начнется анамнеза и если не было травмы и если не было каких-то серьезных нарушений и появляется припухлость ну точно так же как фтизиаторы говорят что надо всегда помнить о том что может быть еще и туберкулез также и надо помнить о том что есть онкологические заболевания и лучше не торопиться и лучше проконсультировать больного тем более что сейчас все-таки имеется достаточно доступный метод исследования это ультразвуковая диагностика которая практически доступна ну почти везде и не стоит очень дорого поэтому наверное надо начинать ну хотя бы с нее прежде чем заносить скалпель над больным второе это наверное ну принципы лечения которые начинаются с анамнеза с возможностей диагностических а это я повторяюсь это ультразвуковое исследование это рентгеновское исследование мягких тканей которое практически сейчас почти утрачено это компьютерная томография и мрт которые сейчас ну достаточно доступны но стоят очень дорого непосредственно для больного ну а уже коли больному выполняется лечебное пособие то последовательность если речь идет о первой и второй стадии то несомненно надо начинать с оперативного пособия соблюдая тем не менее принципы зональности и футлярности которые никто не отменял и которые проповедовали наши учителя и которые в том числе Александр Иванович Раков наш учитель годовщина которого вот будет 29 ноября ну и коли мы говорили о перфузии то я хочу все-таки напомнить что действительно второй виток перфузии это то что делается в третьем отделении последние годы а первый этап перфузии был осуществлен тоже в третьем отделении но в 70-е годы с участием Юрия Викторовича Петрова Александра Ивановича Ракова и Генриха Сенча Федореева который в те годы сумел получить для института микроаик без которого невозможно было бы выполнять подобные исследования но самое печальное с моей точки зрения что несмотря на то что прошло столько лет наиболее эффективным препаратом пока что остается при наших возможностях мелфолан вот и наконец я хочу может быть в диссонанс всему что говорилось да надо стремиться к сберегательным вмешательствам но сберегательное вмешательство ну вторая стадия да даже третья а сберегательные вмешательства они иногда тоже сопряжены с большими рисками а самое главное что не исключается возможность последующего рецидива который может быть фатальным и к сожалению в этом зале нету представителей организации с которыми мы довольно много лет сотрудничали это тот же центр протезирования имени Альбрехта которые совершенно справедливо иногда говорят что когда речь идет о стопе и когда речь идет о рецидиве опухоли на стопе то может быть целесообразнее сделать переднюю допустим ампутацию стопы и изготовить ортопедическую обувь а если даже речь идет о голени то такого больного тоже можно протезировать и иногда больной который которому протезируется голень достаточно успешно полезен обществу и своей семье и значительно может быть меньше и отдаленные результаты у такого больного могут быть намного длиннее но я считаю что вот все что мы выслушали говорит о том что наши молодые коллеги достаточно активно интересуются той проблемой которую развивает со дня основания третье хирургическое отделение которое к сожалению в ближайшее время будет трансформировано и это не принесет пользы больным страдающим опухолями опорно-двигательного аппарата а тем более отправит их в ЛОН других учреждений не имеющих ни опыта ни знаний которыми располагают наши клиники и естественно совершенно это принесет определенные издержки благодарю вас за внимание спасибо Виталий Трофеевич